Про современные септики ходит миллион мифов. Иногда сложно понять, что правда, а что нет. Сегодня мы разберем самые частые. Для обслуживания септика всегда нужна осенизаторская машина. Правда в том, что не существует септиков без откачки. Но осенизаторская машина нужна не всем. Если септик имеет камеру для ила, то осенизатор нужен. Есть модели, где установлена специальная камера. В них установлены эрлифты. И ил там откачивается при помощи насосов. Для того, чтобы определить концентрацию ила, нужно взять баночку или прозрачный стаканчик, зачерпнуть со дна и подождать, пока ила отстоится. Если его больше 50%, то пора откачивать. Септик нельзя сливать химией. Можно, но не любую. Какие средства категорически нельзя сливать? Содержащие щелочи. Например, крот, тирот или хозяйственное мыло. Содержащие более 5% паф. Все эти средства убивают бактерии, которые должны очищать стоки. Вместо них выбирайте экологичные варианты. Каждый септик имеет инструкцию, где описано, что туда можно сливать, а что нельзя. Следующий миф. Нужно постоянно подселять бактерии. Пока вы пользуетесь туалетом, бактерии прекрасно себя чувствуют и отлично очищают стоки. Погибнуть бактерии могут по двум причинам. Нет воздуха или в станцию попадают запрещенные вещества. Нужно исключить эти причины, и колония сама восстановится. Есть такой миф, что нужно бактерии подкармливать кефиром или хлебушком. Делать этого не нужно. Если станция работает, и вы ей пользуетесь, то бактерии там заводятся естественным путем, размножаются и очищают стоки. В нашем организме живет очень много бактерий, и в септик они попадают с отходами нашей жизнедеятельности. Поэтому подсыпать ничего не надо, достаточно просто пользоваться туалетом. Септики требуют постоянного сложного обслуживания. Септики бывают разные, но со всеми в комплекте идет инструкция по обслуживанию. Если вы хотите заниматься этим самостоятельно, то ничего здесь сложного нет, и вам нужно просто изучить инструкцию. Но среда там агрессивная, и не каждый на это готов. Если вы не готовы, можно вызвать специалиста и заплатить ему. В сервисное обслуживание входит выезд специалиста, осмотр визуальной станции, осмотр электрических частей, промывка от волос, прочистка каналов, по которым подается воздух в станцию, ну и, соответственно, замер концентрации ила. Разные модели требуют разного периодического обслуживания. Это от 6 месяцев до 2 лет. Компания Аквалюкс Плюс уже 10 лет занимается установкой септиков. Мы подобрали для вас септики надежных производителей. Наш Телеграм-бот поможет подобрать вам септик под ваши условия, и сразу предоставить смету на монтаж. Ссылка будет в описании. Септики плохо пахнут. Да, запах будет, если нарушать правила пользования септиком. Например, если сливать туда отбеливатель. Хлор убивает бактерии. Стоки не очищаются, и появляется неприятный запах. Но есть еще одна причина. Септик долго не обслужился. Забиваются узлы станции, и станция перестает нормально работать. Нельзя использовать септик зимой, потому что вода замерзнет, и станция лопнет. Современные септики могут работать круглогодично. Во-первых, в станцию попадают теплые стоки. Во-вторых, если станция работает, то там плюсовая температура. О том, как делают септики в России, у нас есть целых два видео. Обязательно их посмотрите. В септик нельзя сливать туалетную бумагу. В септик можно сбрасывать туалетную бумагу, но она должна быть сделана из целлюлоза, потому что она быстро разлагается, и не забивает узлы станции. Есть станции бескомпрессорные, куда можно сбрасывать любой вид туалетной бумаги. Септик потребляет слишком много электричества. Давайте посчитаем. Насос и компрессор, которые работают от электричества, потребляют 1,5-2 кВт в сутки. В московском регионе электричество стоит 5-6 рублей за кВт. Это примерно 300 рублей в месяц. Если электричество отключили на небольшой срок, ничего страшного для септика не будет. Если электричество отключили на более длительный срок, то в этом случае погибают аэробные бактерии, и после того, как электричество восстановится, нужно будет сделать перезапуск станции. Постепенно, поэтапно нужно будет откачивать камеры и заполнять чистой свежей водой, и заново начинать пользоваться станцией. Если станции отключают на длительный срок, то нужно предусмотреть какой-то резервный источник питания, чтобы не было таких проблем. А также есть станции, которые не боятся длительного отключения электроэнергии. Например, это те станции, где не предусмотрен компрессор, а воздух в станцию попадает естественным с путем. Конденсационную трубу нужно закапывать ниже точки промерзания. Этого делать не нужно. Конденсационные трубы всегда прокладываются с уклоном. Из-за уклона она стекает, поэтому вода не замерзает, и трубам ничего не страшно. Глубина прокладки канализационных труб зависит от расстояния от дома до септика. Нюансов при установке септиков много. Если вы хотите установить септик быстро и качественно, оставляйте вашу заявку по ссылке в описании. И, конечно, подпишитесь на наш канал. Здесь мы рассказываем много полезного об автономной канализации. С вами был я, Дмитрий, и компания Аквалюкс+.